В Беларуси готовится к официальному визиту президента Таджикистана. Ожидается он состоится накануне закрытия европейских игр. Эмма Малирахмон прилетит в Минск на несколько дней по личному приглашению главы белорусского государства. Повестку этого визита и в целом развитие двусторонних отношений обсудили сегодня во Дворце Независимости с послом этой Среднеазиатской республики Беларуси. Наша страна входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Увеличение цифры взаимной торговли сулят проекты, обозначенные в дорожной карте двух стран, рассчитанной до 2020 года. Есть хорошие примеры нашего сотрудничества, что настораживает, что у нас произошло некоторое падение товарооборота. И над этим надо МИДом нашим поработать и правительством, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. Ну и активнее выходить на рынки третьих стран с нашей совместной с вами продукцией. Точкой роста стороны называют продукцию с высокой добавленной стоимостью. В приоритете также сферы машиностроения и производственной кооперации сельского хозяйства. Так, в Таджикистане работают представительства более полутора десятков белорусских брендов. МТЗ, МАС, САМ, Кадор, БелАЗ, ГОМ, Сельмаш. Осенью этого года ожидается, что введут в эксплуатацию совместные предприятия по переработке молока. В перспективе запуск мясоперерабатывающего завода. Учения НАТО стартовали в Румынии на пяти полигонах. Сценарий поможет проработать захват базы ВВС, форсирование Дуная, стрельбы ракет Патриота и Стингер. И отражение наземной атаки неприятеля. Учения пройдут также в Болгарии и Венгрии. У здания штаб-квартиры НОК Беларуси сегодня награждали победителей и призеров этапа Брест-Минск международного электромобильного марафона «Ралли мира». Гонка проходит по территории 10 стран. Стартовала 27 мая в Монте-Карло. К слову, именно под патронажем князя Альберта II проходит марафон. Цель – привлечь больше внимания к автомобилям с электродвигателем. Участники гонки накануне пересекли белорусско-польскую границу, посетили Брест, Мир, а сегодня прибыли в Минск. Победителем этапа стал Кристиан Эсна из Монако. Это прежде всего сложно ментально, ведь ты находишься долго за рулем, очень устал, но рад победе. В Беларуси впервые страна впечатлила. Мы увидели Мирский замок, движемся дальше, впереди Гомель. Следующим этапом международного электромобильного марафона «Ралли мира» станет переезд из Минска в Гомель. Мотылек или редкая для наших краев калибри в Бресте. Очевидцы сняли неопознанный летающий и поедающий нектар-объект. Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые считают, что на видео запечатлен мотылек. Впрочем, у снимавших есть своя версия. Это экзотическая птичка калибри. Как она добралась сюда из Америки, впрочем, в таком случае совсем непонятно. Под описание больше подходит бабочка подмаринниковый бражник, которую часто путают с известной птицей. В Каменце очевидцы сняли на камеру необычного клиента. На рынок забрел аист. Он важно прогуливался между рядами, рассматривал товар, любопытный пернат и подходил к людям и позировал для фото. Как предположили, очевидцы, птица искала еду. У меня на этом все. Новая информация у моих коллег. Хорошего дня.